Друзья, мы продолжаем серию интервью, которые посвящены помощи нашим зрителям. В такой непростой момент мы уже говорили о бизнесменах, мы уже говорили о тех мерах, которые правительство предпринимает. Ну а сейчас, мне кажется, немаловажная тема – это тема психологической помощи. И ее мы обсудим с психотерапевтом, с психологом Раисой Эксенфельд. Доброе утро, Раиса Гарина. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, зрители. Доброе утро, друзья. Я смоделирую таким образом ситуацию. Например, человек-руководитель кафе, ресторана, туристического агентства. Есть у него варианты, но с переходом на более низкооплачиваемую работу. С переходом куда-то на ту квалификацию, которую он прошел когда-то давно. Вот как ему свои страхи перед обществом, ну скажем так, показать свою слабость, вот это как победить? Просто ждать, когда закончится этот период, и возможно он вернется на ту работу, которая у него была, это самый худший вариант. Потому что если человек в жизни себя чувствует, он один, и у него ни за кого нет ответственности, он может сам распоряжаться своим временем, своими финансовыми вопросами, вообще собой. Но, как правило, человек в жизни не один. У него есть семья, значит, ответственность перед семьей. У него есть дети, значит, ответственность перед детьми. У него есть родители, значит, ответственность перед родителями. И ему придется, в принципе, принять решение – он будет поступать как эгоист о себе любимом? или для него будет главное, чтобы выжила семья и его близкие. И если он в этом смысле будет себя за свой шаг уважать и за своё решение, а не страдать, какой он несчастный, а если он будет себя уважать, он действительно выживет. В условиях, когда мы столкнулись с такой реальностью, в которой мы не знаем, мы её раньше не знали, это новая реальность. Это новая, конечно, да. И нет готового рецепта. У врачей нет готового рецепта, как лечить. У политиков нет готового рецепта, как сохранить и управлять государством. У бизнеса нет готового рецепта, как выжить. У экономистов нет готовых моделей. До сих пор нет готовых реальных шагов для людей, которые потеряли работу, бизнес, нет готовых рецептов. Поэтому психология здесь, которая про смысл жизни, ну, самое место, это готовый рецепт про то, что нужно сохранить уважение к себе, к своим близким и поставить как главную цель помочь выжить близким, просто выжить. Если мы будем жалеть о том, что осталось сзади, мы никуда не продвинемся. Это прошло. Сейчас это новый день. Если мы будем переживать о вчерашнем, у нас не будет движения вперёд. У нас сегодня день, сегодня реальность. Нам сегодня нужно накормить, сегодня нужно выжить, сегодня нужно что-то построить, сегодня нужно сделать сегодня и оценить результат каждый день сегодняшнего дня. О готовых рецептах мы сможем поговорить через год, когда закончится это время, и у нас появится опыт. Сейчас нет опыта. Пока нет опыта, мы лучше, потому что нам не с чем сравнивать. Поэтому любое предложение в соцсетях, когда человек делится опытом здесь и сейчас, это бесценно. А вот о чём реально люди говорят, две части кризиса. Первая часть, когда у нас больше нет того, что было вчера. А вторая часть кризиса, у нас вдруг столько свободного времени, незаполненного, а мы остались дома, да? Хэштег. Сидим дома. Сидим дома, да. От этого тоже можно ведь с ума сойти, если честно. О чём мне пишут, это вопросы людей, которые вдруг остались дома, с теми, кто дома. Кому легче в кризис вопрос, одинокому или семейному? Действительно. Потому что те, кто семейные, пишут следующий вопрос. А нас сейчас не разводят. В разводах людям отказали до июня. И вот тут нужна семейная медиация. Потому что, безусловно, кризис обостряет личные отношения, человеческие. Не про то, как строить жизнь, да? И не про то, где работать. И не про то, как расти в детей. А просто ежедневные вопросы быта и отношений. А ещё дома дети. Их занять нечем. Себя занять нечем. Психологические трудности тут, как тут. Вот здесь, мне кажется, и нужна помощь психолога. И уже то, что я сейчас слышу, есть замечательные предложения, как решить вопрос. Ну, например, учат детей общаться в Zoom. Учат детей играть онлайн. Учат детей учить стихи или сценки онлайн. Представляете? Наверное, и взрослых нужно чем-то занять. Возможно, вот тут и можно предложить взрослым такой психологический момент, чтобы вы вспомнили взрослые, чтобы были когда-то детьми, и вы учились. И, может быть, стоит такое вот не очень любимое всеми слово. Может быть, стоит попробовать чему-то учиться. И чем больше кризис, тем больше жизнь должна быть по расписанию. И это расписание нужно написать и как в детстве повесить на холодильник. Оно идёт по часам. Я встала, умылась. А дело то, в чём я пошла бы на работу. Села за компьютер и позанималась самообразованием. Пришло время, и я пошла что-то сделала по расписанию. Потом по расписанию я поговорила с подругами. Потом по расписанию позанималась фитнесом онлайн. Потом по расписанию я что-то сделала в натуральном обмене, чтобы заработать что-то. Понимаете? Потом по расписанию я позанималась с детьми или ещё что-то сделала. То есть если жизнь будет по расписанию, она будет жизнью. Получается то, что предлагают психологи. Вы должны быть на 100% заняты. Если ты не можешь организовать своё время, если тобой должны всегда кто-то руководить, тебе нужно об этом поговорить с психологом. То есть не о том, как тяжело сейчас, и как могло бы быть, и как я чего лишился, и как кто-то виноват. А здесь даже ещё и непонятно, кто виноват. Как только мы не можем найти виноватого, так возникает следующая опасность социального периода. Это опасность насилия, опасность мародёрства, такими словами скажу. Как только человек растерян, ему нужен внешний враг или нужно найти, как улучшить своё положение, и речь пойдёт о недостаточной ответственности к культуре. И поэтому о чём разговаривают с психологом в кризисные периоды? Да, конечно, в первый момент я сказала, это о семейных проблемах. Это нельзя откладывать. Это нельзя ждать, что пройдёт кризис, и мы пойдём к психологу. Нет. Решать проблему нужно в кризис. О чём ещё можно разговаривать в кризис? О том, как решить свои проблемы страха, гнева, отбит. Ну вот то, что тебе портит жизнь. Третье, о чём можно разговаривать в кризис. Помню о том, что сейчас медицина не будет работать на плановых пациентов. Мы все будем работать только на острое вирусное состояние, кризисное состояние. Я думаю, что человек должен позаботиться о своём здоровье сам. И если вы, товарищи телезрители, не любили лекарства от своих основных болезней, если вы пускали всё на самотёк и на авось, вы сейчас не имеете такой роскоши, потому что вам никто не поможет в силу того, что жизнь распорядилась другими целями. Значит, придётся о себе заботиться самому. Раиса Галиновна, я бы вот на этом, в общем, нашу первую, как я думаю, беседу закончил. Да, потому что большой достаточно пласт проблем мы подняли. Соответственно, поговорили и про самоуважение, про профессию, поговорили про семейные какие-то взаимоотношения. Поняли, что в каждом конкретном случае всё-таки, естественно, нужно обращаться либо к медиатору, либо к психологу. Ну и третий такой постулат из сегодняшней беседы нашей я вынес и тоже, это то, что здоровье сейчас каждого конкретного человека в его собственных руках. И если у кого-то какие-то были вопросы, с которыми он думал, я побегу и ко врачу в общем-то обращусь, то теперь, так как врачи заняты всем лечением и предупреждением коронавирусной инфекцией, то нужно, в общем-то, на своё здоровье обратить пристальное и пристальное внимание. Спасибо большое. Спасибо, Раиса Гайдерна. Берегите себя, теперь так говорят. Берегите себя. Спасибо большое. Я напомню, у нас в онлайн-эфире сегодня был психолог Раис Аксенфельд. Продолжение следует...